так друзья всем доброго времени сегодня видео будет наверное такое очередное очередное видео о ответ на вопрос подписчиков зритель нашего канала которых интересует следующая тема это во что я сажаю орхидеи в чем точнее растут у меня сейчас настоящий момент орхидеи и как я решаю вот самое главное значит интересует как я решаю во что именно посадить ту или иную орхидею вот на эту тему я постараюсь ответить раскрыть эту тему как это я делаю и почему собственно да и в чем секретики посадки орхидеи чтобы они росли в том или ином грунте потому что некоторые полагают что все секреты именно в грунте именно в том во что мы сажаем я думаю что к концу этого видео вы сами ответите на этот вопрос в чем секрет да и так значит начну с того что начиная с 2017 года по сегодняшний год 2024 на нашем канале мы сажали и сажаем и будем продолжать во всевозможные грунты и компоненты которые существуют в природе которые можно использовать для посадки орхидеи речь идет сейчас прям вот я подчеркиваю о орхидеях которые на заднем плане за моей спиной это орхидеи фаленопсис и это тот вид орхидеи которых растет может расти с открытыми корнями в природе он так и растет то есть он у него корни не в грунте не в земле растут а у него корни на поверхность цепляются деревьев на поверхность камней а у него корни дышат и получают влагу и все питательные вещества из окружающего воздуха в том числе именно поэтому их называют эпифиты эпифитные растения воздушный эпифит воздух да это фаленопсисы которые продаются в сетевых магазинах голландские азиатские сейчас у нас в россии производят их краснодарском крае в теплицах там открылась теплица в подмосковье еще где-то есть теплицы но не суть суть в том что эти орхидеи могут расти и без грунта но мы их сажаем в грунт для чего для того чтобы первое эти орхидеи сидели в горшках на наших полках это раз и второе чтобы в горшках удовлетворять их водные потребности чтобы в нашем климате при нашей средней влажности в домашних квартир в жилье человеческом от там 30 25 некоторые даже по суше живу да да там 60 максимум потому что свыше 60 уже в жилье жить нельзя это развитие туберкулеза у человека да возможно то есть это слишком средняя температура у нас это 50 где-то 45 55 влажности этого в принципе для гибридных вот этих вот орхидей в принципе в среднем достаточно но чтобы им было получше поинтереснее с нами жить в жилье мы их сажаем в горшки и для того чтобы поливать их периодически чтобы они не засыхали не чувствовали себя унылыми чтобы у них не значит ним не морщились листья и так далее там подобным и вот здесь встает вопрос в какой грунт посадить до какой грунт лучше какой грунт оптимальнее и какой грунт золотой для того чтобы орхидеи чувствовали себя хорошо но вот чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать что этот грунт должен нести орхидеи первое это конечно же мы для чего это для того чтобы этот грунт он как можно больше водички взял и как можно дольше эту водичку отдавал но самое главное то у растений у точению растений а у фаленопсисов которые вы сейчас видите это воздух то есть помимо воды корням еще нужен воздух то есть сами по себе корни не могут жить в мокром грунте без доступа воздуха поэтому грунт должен быть кроме того что удерживающий влагу и долго ее отдающий да он еще и должен должен быть хорошо аэрируемый такой знаете а слово не всем понятно и аэрируем это значит проветриваемый воздухом да то есть в него должен заходить выходить вот так вот циркулировать везде во все закоулки в грунте проходить воздух там где мы живем в сухом климате там значит вот эти вот каналы между кусочками грунта должны быть поменьше да чтобы воздух не так сильно ходил в этом грунте не так быстро высушивал горшки да там где мы живем во влажной среде ну где влажность побольше там расстояние между гранулами грунта должно быть чуть побольше чтобы вода не застаивалась и так во влажной среде да и чтобы воздух циркулировал это вот такие вот а главные моменты ну конечно еще зависит от того с какой скоростью орхидея пьет да чем больше света и чем больше тепла тем орхидея быстрее потребляет воду корнями листьями чем меньше тем медленнее и вот исходя вот из этих вот условий мы и а подбираем тот или иной грунт исходя из собственных возможностей мы подбираем тоже тот или иной грунт что я имею ввиду под возможностями это насколько можем мы обеспечить орхидеи а дополнительным освещением чем больше дополнительного освещения тем быстрее орхидея потребляет воду до чем теплее у нас тем тоже быстрее потребляет а воду дальше другой момент чем больше у нас времени тем значит чаще мы можем подходить к орхидеям и поливать их до чем меньше время тем соответственно меньше вот исходя из этих условий мы и подбираем грунт значит если орхидея живет на подоконнике вы живете в средней полосе у вас не так достаточно времени для полива значит мы сажаем во что значит какой должен быть грунт он должен хорошо напитываться водой 1 он должен хорошо пропускать между кусочками фракции воздух 2 и долго отдавать влагу 3 для этого хорошо подходит кора хорошенькая пузатенькая да когда мы и полив да то есть замачивание мы замочили орхидею кора напиталась мы достали орхидею вода стекла поставили орхидею подержали в горшочке еще точнее в горшочке на под на блюдце на поддончике потом убрали блюдце слили и поставили все кора несколько дней отдает втянутую внутрь влагу корням кора такая крупненькая и она между ней хорошая вентиляция орхидея стоит на подоконнике медленно пьет у нее небольшой период светового дня то есть от восхода до заката и она не успевает всю воду выпить и примерно раз в две недели такую орхидею оптимально поливать да если мы добавим в эту же кору маха то есть сократим воздушные каналы между фракциями кусочками коры то влага будет больше задерживаться корни будут меньше дышать то есть меньше воздух туда будет заходить соответственно что может произойти при медленном такой аэрации до при медленном а всасывание воды орхидеи то есть может застояться вода в корнях да и застой воды в корнях может привести гниению корня к болезням корня корня сейчас друзья очень просто упрощенно прям вот прям вот для как для первоклашек пытаюсь объяснить потому что многие те кто только начал увлекаться орхидеями немножко не понимают что нужно чего хотят орхидеи да вот как фильм был там с мелом гибсоном по-моему да где там чего хотят женщины да и он там потом когда начал их слушать подслушивать чего они хотят потом в конце фильма понял да вот нужно понять чего хотят орхидеи исходя из их природных очень природных данных да о которых я сейчас рассказываю да что они не просто обычные цветы с обычными корнями которые воткнул землю главное следить чтобы земля была влажной нет здесь немножко по-другому все работает так вот а значит это я в среднем сказал кора мог там средняя полоса нашей страны но тех кто живет севернее а тех кто живет южнее да где больше света а север не меньше света там немножко уже меняются соответственно и подбираем грунт под если говорить про ту же кору то на севере где мало света и и еще проблем не до этом с теплом мы эту кору увеличиваем кусочки чтобы лучше воздух проходил до чтобы вообще вода не задерживалась как бы даже некоторые сажают вместо коры начинают керамзит добавлять да то есть чтобы он не так много впитывал воды и чтобы корни совсем не погибли от переизбытка воды и от малой малое прохождение воздуха внутри горшка а тех кто живет на юге такие как я те кору могут уменьшать размерами да тем самым на больше и на дольше задерживать воду в горшке чтобы она меньше испарялась в жарком и сухом теплом чрезмерно климате и солнечным потому что орхидеи быстрее воду пьют у нас много солнца вот у меня да даже в просто вот на дополнительном освещении я живу в горячем сухом климате волгограде это южный федеральный округ практически север-юга вот так вот до север южного федерального округа но тем не менее жара жара у нас летом в тени 40 45 легко достигает что еще сказать влажность на улице на минуточку я два года фиксировал прошу точнее позапрошлый позапаза прошлый год влажность у нас ниже 10 процентов падала на полтора на месяц полтора летом представьте какая влажность да как в такой влажности как в пустыне как в израиле да вот выращивать орхидеи соответственно мы уже придумываем какие-то грунты влагоемки добавляем кокосовые чипсы побольше мха уменьшаем гранулы неважно это кора это там циолит вот сейчас сажаем сейчас буду показывать еще орхидеи да просто в мох сажаем кокосовые чипсы с керамзитом мешаем уменьшаем фракции для того чтобы удерживать воду в горшках потому что воды не хватает так чтобы хотя бы раз можно было поливать в семь десять дней еще когда я говорю что еще от наших возможностей да а мы подбираем этот грунт потому что у меня нет много времени я ленивый архаман я принцип такой у меня что орхидеи для меня а не я для орхидеи да я не сплю в этой комнате не танцую здесь с бубнами над ними не трясусь я максимально пытаюсь создать им условия чтобы вот они меня радовали своим цветением без фанатизма вот да чтобы они тут мне не плели целые эти я тут не карпел сутками в ожидании каких-то там чудес мне вот это вполне меня устраивает аромат здесь тоже меня устраивает я захожу в этот райский кусочек зимой бесснежной зимой волгограде в райский кусочек цвет цвета орхидеи вот этот вот свою комнатушку наслаждаюсь и получаю релакс удовольствие наслаждение да вот от подобранной коллекции от тех орхидей которые хочу вот и все и пошел дальше побежал по своим делам а вот у меня нет времени поливать орхидеи в зимний период чаще чем раз в две недели а в зимний период раньше чем а в 7-10 дней вот так вот это я установил а для этого соответственно нужно подбирать грунты и значит теперь вот подхожу к ответу у каждого грунта у каждого компонента есть свои физические свойства ну я имею ввиду физические свойства сейчас не там физику и химию нет я имею ввиду свой под свойствами так на орхидейном нашем языке да это значит впитываем впитываемость воды все то есть нас архаманов интересует тот или иной компонент который мы добавляем в грунт это с точки зрения первое впитываемости воды и скорости отдачи этой воды раз это значит как быстро этот компонент разлагается во влажной среде и ну и все собственно говоря но да ну я сейчас еще с точки зрения химии ph там есть да там нейтральный должен быть еще там какие-то вещи да он не должен там как сказать отравлять корни накапливать химикаты яда химикат я имею ввиду да вредные вещества ну вот такие вот вещи все и теперь я начинаю перечислять компоненты которые так или иначе хорошо подходят к используем для посадки орхидей это кора но кора не всех деревьев вспоминаем что нас интересует как можно меньше чтобы это кора разлагалась раз не приела 2 и впитывала побольше воды и при этом чтобы ей ничего не было а такой коре относится у нас кора хвойных пород деревьев хвойных это лиственница сосна там елочка дуб но не пробковый дуб потому что пробковый дуб он вообще воду не впитывает ну пробки из него делают да то есть это не то вот а вот обычный дуб наш вот тот такой нормальной корой у нас есть орхидеи в дубовой коре растут и плейлист называется кора дуба для орхидеи вот вот из всех из всей коры других деревьев не подойдут она быстро разлагается она плесня и они подойдут но на короткий промежуток времени они быстро сгниют кора хвойных пород и дуба дуба а практически очень многолетнего использования можно эту кору неоднократно использовать для посадки на чем крупнее качественные кора тем дольше она служит и 3 4 5 лет и 6 может лет служить до чем тоньше кора тем она быстрее разлагается дальше идем это вот что касается коры добавки к этой коре идут кокосовые чипсы мох сфагнум циолит вулканический подчеркивается олит а перлит керамзит это те компоненты которые ну скажем так ну как сказать вам как вот чтобы правильно которые сокращают с одной стороны значит керамзит он сокращает вода 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 емкость коры раз да потому сам по себе керамзит он не впитывает воду но если очень долго удержать в них конечно впитает но он не впитывает воду он значит сокращает объем потребления впитываемые то есть если размешать да допустим 100 процентов в литровый горшок коры насыпать она допустим там 500 грамм воды впитает а если этот же литр горшка размешать 50 на 50 с керамзитом то уже не 500 грамм воды впитает а там 200 грамм до впитает и быстрее воду отдаст по этим поэтому добавка керамзита регулирует те кто ну как сказать не хочет чтобы кора была такая влагоемкая чтобы быстрее просыхала проветривалась да то есть нужно понимать для чего мы это делаем да для чего мы добавляем тот или иной компонент уж некоторые думают что вот я сейчас возьму кору и добавлю кокосовых чипсов и корни будут хорошо расти нужно понимать а для чего мы добавляем кокосовые чипсы если я живу на юге здесь у себя в жарком сухом климате то я добавляю кокосовые чипсы чтобы они больше удерживали влаги внутри горшка чтобы они соединяли кусочки например коры между собой своими волокнами вот этими вот длинненькими да и влага как бы перемещалась до от кусочка кусочку вот в принципе для этого я добавляю кокосовые чипсы плюс кокосовые чипсы они медленнее подлежат разложению чем тот же мог с фактом хотя качественный хороший мог с фаром он достаточно долго тоже сохраняется но у него есть минусы он во первых не весь мог смог с фаром настоящий до много мухов но именно мог с фаром обладает антигрибковыми антибактериальными свойствами но не все правильно его собирают раз не все мог с фаром думать что это мог с фаромом собирают и продают и кукушкин лен и там еще кучу в других мухов которые нет на какого отношения не имеют к орхидеям вот у меня орхидея вам все живет вот она до этого мы пересадили буквально вот сколько там 10 июля сюда вот 10 июля сюда пересадили а до этого она почти 65 лет точно она была вам хи и ее история у нас есть на канале когда мы сажали ее там пять лет назад и вот в прошлом году мы ее пересаживали 5 лет она жила вам хи и вот сейчас пересадили опять будет жить вам хи но прошлая посадка у нее была в полу закрытую систему сейчас она в закрытой системе и друзья для посадки в принципе орхидеи все равно вы посадите ее в полу закрытую ли в закрытую систему что такое полу закрыта это с дренажными отверстиями что такое закрытая система это без дренажных отверстий главное подобрать какой грунт и к этому грунту уход полив понимаете то есть у меня мог вообще я вот там раз в месяц подливаю сюда 100 грамм воды там 150 всего орхидеи хватает но он начинает зацветать да то есть на прозрачный это начинает много света вот он начинает темнеть мне нужно притенять это всю историю вот вот тоже мы сажали орхидею на доращивание малышечку вот такую вот тоже прошлым летом малявочку в мох вот такую посадили вот с мизинчик она нарастила уже давно пора ее пересаживать но мы держим можем не пересаживать можем оставить ее от парфюмерная фабрика что касается а только что рассказанном коре и с перемешку с мухом с фагнумом вот пожалуйста вам посадка кора перемешанные с мухом с фагнумом вот пересадка орхидеи вот прекрасно себя чувствует это у нас патрик и он бау патрик обалденный такой желтый пилорик вот орхидея прекрасно себя чувствует вот недавно мы пересаживали буквально в ноябре месяце сейчас у нас апрель месяц вот смотрите какая прелесть здесь у меня удерживается и аэрации есть и все то есть я обеспечиваю корням и на самом деле неважно во что я посажу главный принцип у меня том чтобы у меня быстро не просыхал грунт и про при этом чтобы воздух все-таки просачивался и этот грунт удерживал и воду хорошо да это как знаете и рыбку съесть и сковородку не помыть вот так у меня не у меня а вообще у архамана должно происходить да и чтобы тот это вот золотая середина чтобы и грунт быстро не испарялся да и при этом чтобы еще там воздух ходил чтобы корни не задохнулись потому что это важно могут конечно корни и в воде жить о чем мы не раз доказывали и другие архаманы авторы других youtube каналов повторяли наш опыт что орхидеи тоже эти кувшинки что корень который попала в воду и там начал дальше расти а он в воде может очень долго жить но при условии если у него присутствует еще верхняя часть воздушная над водой какая-то часть ну там треть две третьих две четверти три четверти находятся на воздухе тогда да водяной корень будет прекрасно в воде расти зная что вверху еще корни на воздухе живут но это отдельная история вот у меня кстати орхидеи с воздушными корнями уже несколько недель находится вот так вот несколько недель находится без без грунта вот так вот в стаканчике и очень часто я так сажаю орхидеи но это те орхидеи которые допустим нужно мне перед посадкой воздушные корни адаптировать к грунту да то есть разница между корнями которые выросли в воздухе и корнями которые выросли в грунте есть но и сразу запихивать воздушные корни в грунт с большей вероятностью большинство таких корней отомрет нужно лучше приучать их эти корни пойти постепенно к грунту я приучаю их кончиками в воде постепенно несколько недель стоят орхидея растет кстати ставил у нее только бутончики только-только сформировались когда его поставил и вот она стоит с открытыми корнями в воде как просто в воде и уже расцветает все нормально и устраивает она все с ней хорошо дальше значит я сейчас еще покажу как к в чем у нас растут растут прекрасно у нас орхидеи вот как раз про керамзит я говорил да орхидея в керамзите и между ними кокосовые чипсы вроде бы и дышит и влагу удерживает кокосовые чипсы это для влаги для влаги еще фитиль для мокроты для стимуляции роста корней здесь очень сыро внутри но это была посадка для того чтобы как можно больше влажности было в моем жарком сухом климате чтобы корни быстрее начали расти это pearl young home pearl раскрыла вот она очередной свой бутончик орхидея которая отцвела и вдруг решила продолжить цветение я вам ее показывал вместе с восточным экспрессом орхидеи как еще раскроется я покажу ее основательно еще с восточным экспрессом это орхидеи которые купили год назад а есть орхидеи посажены мы с вами сажали в прошлом году вот 16 октября с апреля 24 года орхидею капризную когда как орхидеи дастибель просто в керамзит в керамзит немножко перлит даже добавил чтобы не засушивал воздух корни орхидеи в этом сухом невлагоемком грунте чтобы вода задерживалась до перлитика добавил но здесь у меня орхидеи на фитиле и еще на мокрых пяточках он видите корни купаются в воде и орхидея цветет полгода ну с октября в ноябре она зацвела ноябрь декабрь январь февраль март вот сейчас апрель до 6 месяц но это после пересадки еще учтите что у меня еще здесь грунт для ленивого полива вот здесь кокосовые чипсы просто с корой смешаны орхидея анаконда вот такая красоточка здесь для полива вот окунул в водам и максимально впиталось достал он сразу тяжелый такой горшок бах поставил сюда все вот этот горшок будет просыхать две недели летом как минимум зимой 3 с лишним недели просыхает вот такой грунт кора не дает кокосовым чипсом спрессоваться за счет чего дает аэрацию а кокосовые чипсы обеспечивают набор влаги и дольше ее отдачи то есть к чему я это все рассказываю к тому что нужно понимать для чего мы те или иные компоненты используем и какой тот или иной компонент даст эффект и к каждому компоненту относимся с точки зрения уже его физических свойств керамзит он значит сам по себе вот гранула да она не впитывает ничего если от насыпать это очень сильно просыхающий грунт хорошо аэрируемый но поливать в таком грунте это сродни знаете что корни держать в открытой системе то есть без грунта каждые там 45 дней нужно кунать в воду опрыскивать их водой чтобы они не засохли если к этому керамзиту добавить перлит то уже расстояние между этими кусочками керамзита сократится и вода уже больше будет удерживаться а если керамзит еще поколоть его мельче сделать да то он еще больше будет удерживать на себе воды и меньше в общем вот эти все вещи нужно понимать что не сам по себе грунт дает эффект а цель его использования того или иного грунта для чего мы его используем да вот исходя из этих из этих вот моментов и но я думаю что и наверное и на вопрос можно ответить да как я решаю во что посадить в кору или в то или все здесь вопрос не в коре и вопрос не в том или ином грунте а вопрос чего я хочу от этого грунта да то есть вот одними и теми же свойствами будут обладать у меня посадка орхидеи вот я сейчас покажу вам я уже только что показывал до орхидея кора и мох до разные компоненты и керамзит с кокосовыми чипсами вот эффект у них будет одинаковый до при значит при ну как сказать при правильном поливе да а полив какой окунул достал поставил воду да вот окунул достал поставил если замачивать вот эту долго вот вот эту посадку то тогда кора будет напитываться очень плохо будет просыхать и в итоге мокрая кора будет быстрее разлагать от мокрой коры будет долго влага задерживаться во мхе мог быстро начнет разлагаться вот и что может привести к ней не корней здесь оптимально опустил достал кора не успела напитаться но воды достаточно набралось в в мох и там на 10 дней на 7 дней зимой мне обеспечен полив вот этой орхидеи то же самое здесь набрал достал но здесь у меня еще фитиль видите я сюда добавил фитиль для того чтобы постоянно была влага это у меня стимулирующая посадка потому что летом такой грунт конечно очень быстро просыхает а на фитиле самое то а вот в при поливе окунул достал на там на минуту и достал оба горшка они одинаково обеспечивают полив и аэрацию и водоснабжение орхидеем вот 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 эти вот грунты хотя по себе они разные ну я надеюсь я ну понятно объясняю вот не знаю как еще объяснить вот и вот так вот касаемо всех остальных грунтов да то есть нам нужно понимать что нам даст тот или иной грунт с точки зрения полива и аэрации все не важно что это будет керамзит кокосовые чипсы кора циолит вулканический вот в чистом циолите вообще орхидея растет она купил маленькую в интернете купил маленькую орхидею к она пришла прошлом году гнилась черный с черным с черным гнилым основанием смотрел смотрел ее вам хи распотрошил и гнилую посадил вот в феврале и и вот сюда в циолит значит для проверки здесь уже компонент циолит не то что не только выполняет мои требования с точки зрения водоемкости потому что он хорошо впитывает воду и долго потом отдает не слеживается и здесь аэрация хорошая да но еще и в нем циолите в этом это настоящий вулканических циолит не океанический не осадочный а именно вулканический те два вида других циолитов они плохи для растений нужно вот именно циолит вулканический который не растворяется не стирается а вот такой вот он твердый как щебенка что ли как вот объяснить вот очень настоящий циолит вулканический и главная его особенность то что в нем содержатся вещества минеральные вещества которые заторгну предотвращают гниение то есть патогенная среда не образуется как вот в там в корее или в амхе там или вот в органических веществах да и за счет присутствия например кремния до который он подавляет это все дело вот ну вот я посадил она ведь листочек выдала вот корешки где-то тут я видел раскуклился один корешок но пока наблюдаю я смотрю вот вот такая вот такая вот орхидеечка есть орхидея вот просто в чистой коре у нас тут да вот в чистой коре орхидея посажена он прекрасно себя чувствует ну это как бы знаете органика она всегда хороша да да вообще но кора она быстро выходит из строя вот если она тем более какая-нибудь некачественная здесь маховой фитиль у меня как всегда вот наше изобретение причем удачные в общем друзья не знаю ответил я на вопрос или нет но я максимально старался вот что дело не как сказать дело не в грунт что сейчас посажу в этот грунт и орхидея будет себя хорошо чувствовать нет а дело в его физических вот этих вот свойствах до его влагоемкости в его аэрации и от и от тех условий которые вы можете обеспечить своим орхидеям а разные грунты могут выполнять одну и ту же функцию обеспечивать влагой вашу орхидею и делать аэрацию необходимую корням ваших орхидеи ну все друзья от от сет от этого и танцуем во что мы сажаем а сажаем и во все и я пока мы мы показываем почему у меня иногда часто прилетает претензии какие-то непонятные а чё ты уже не сажаешь в пеностекло или а чё ты уже не сажаешь в керамзит все прошло друзья еще раз напоминаю всем что мы на канале сажаем во все цель донести что орхидеи растут во всем главное обеспечить уход этом всем вот во что вы и в кусочках кирпичика и в стекле и как правильно кто-то написал даже в рыбьих головах может орхидея расти но просто рыбья голова быстро быстро сгниют да и разложится и вообще без грунта прекрасно растут орхидеи они принципе и фаленопсиса и должны расти без грунта но мы грунт добавляем именно для того чтобы обеспечить как можно дольше водичкой нашу орхидею пока мы занимаемся своими делами а если орхидея у вас будет расти с открытыми корнями то вы просто дольше будете к ней подходить другое дело когда люди живут в тех же климатических условиях что и орхидеи у них растут на улице да вот некоторые показывают канал свои вот но они живущие где-то в тропиках и субтропиках и в климатах где у них на улицах живут орхидеи да и они пока вот у нас орхидеи живут без грунта хорошо зачем вам этот грунт нам грунт нужен чтобы мы не живем в таком климате чтобы обеспечить влагой и не скакать с поливом каждый там три-четыре дня а чтобы продлить удовольствие между поливами так вот жизнью вот между поливами орхидеи все друзья вот такой сегодня видео надеюсь что ответил на вопрос зачем мы сажали сажаем и будем сажать в разные грунты и показывать как ухаживать за этим все у нас есть в плейлистах раздел плейлистов там есть и орхидеи в керамзите а мы кстати одни из первых архоманов которые в керамзит начали сажать много лет назад первые в пена в пена в grow plant пена стекло мы посадили орхидеи но быстро просыхает зараза вам вот в циолит сажаем в кору в кокосовые чипсы в перлит в общем во все во все во все во все и без грунта и в воде и без воды и все 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 и в мох и не в мох и просто показываем как за этим нужно можно ухаживать и орхидеи прекрасно себя чувствует все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока какой орхидеи не показал все показал да какие хотел показать да вот